И первое же слово, которое мы сейчас услышали, все нормально. Это настроение нашей чемпионки, неоднократной России, чемпионки мира, конечно же, 99-го года, единственной у нас пока. И девушка, которая только-только рядом была с пьедесталом почеты на Олимпийской клубе. Вы видели, там Евгений Платов размахивал флагом. Какая же все-таки компания собирается на Олимпийских играх. Глаза, наверное, разбегаются на стадионе у болельщиков. КОНЕЦ 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 Олицетворяет все-таки, наверное, самый культурный, самый интеллигентный стиль катания у нас в России. Потому что к ее таланту фигуристки, безусловно, накладывается невероятный опыт. Опыт сравнимого с опытом Марии Бутырской, конечно, здесь на играх вообще ни у кого нет. Такого количества не столько побед, потому что, ну, все-таки, например, с Мишель Квангей не тягаться по количеству олимпийских мировых титулов. Но выступлений, конечно, Марии было предостаточно. И, соответственно, предостаточно возможности сделать те или иные выводы из своих промахов или удач. Когда такая фигуристка, как Мария Бутырская, исполняет вращение, например, то по ней можно буквально, по этому вращению можно книжки писать, учебники. Все, что она делает, это сплошная работа. Работа над собой и над каждым своим движением. Она уже давным-давно не дает себе слабины ни в чем. Ну вот, Елена Анатольевна Чайковская не устает повторять. Молодец, Маша. Скажем и мы. Ну что же. Пора задуматься. Техника. Ну, то есть, за элементки короткой программы. Хороший разброс такой. Добротный. Семь десятых. С Белоруссией все понятно. А вот с Италией непонятно, почему так низко. Зато вторую оценку итальянец приподнял до нормального уровня. И третье место. А Витя еще...